Литература 18 века В основном эти произведения были представителями литературного направления классицизм. Сегодня мы продолжаем говорить в том числе и об истории литературы и продолжаем в русле следующего литературного направления – сентиментализм. Ну, вы можете уже прочитать, что это направление, которое пришло следом за классицизмом. Это вторая половина XVIII века, и в отличие от классицизма, который ставил проблемы государственные, которые, если вы помните, оды Ломоносова и Державина, воспевали императоров, воспевали полководцев. Гражданская тематика была основной в этих произведениях, и большей частью они были стихотворными. Сентиментализм полностью это отрицает. То есть, как альтернатива он пришел на смену классицизму. А зародился он во второй половине XVIII века, где-то примерно в 70-е годы, и возникает он в Европе. То есть, страны европейские, Англия, Франция, Германия, они первыми стали у себя толковать, так сказать, актуальные темы уже по-другому. Не так, как это было принято в классицизме, а ставить на первое место человеческие чувства, эмоциональные отношения к окружающему миру. Ну, действительно, слово сентиментализм происходит от слова чувство или чувствовать, да, когда мы говорим, что человек сентиментальный, то мы понимаем, что он чувственный, что он принимает все близко к сердцу. Сентиментализм появился раньше, если так по хронологии смотреть, появился в Англии. В Англии, где буржуазия приобретала все большее значение, и, собственно, и в хозяйственной, и в общественной жизни. И, разумеется, в пику, так сказать, правящему дворянству представила свои какие-то интересы и предпочтения, в том числе и в области культуры. Сентиментализм во Франции возник перед началом борьбы буржуазии за политическую власть во второй половине XVIII века. Ну, и, собственно, писатели-сентименталисты, естественно, поставили повседневную жизнь в центр своего повествования обычного среднего обывателя, то есть самого обыкновенного человека. Его личные чувства, его переживания, его настроения. Сентиментализм отверг напрочь все строгие правила классицизма. Мы с вами на прошлом занятии говорили, что у классицизма были очень строгие законы. Ну, первый закон трех единств. Помните? Единство места, единство времени, единство действия. Фамилии должны быть обязательно говорящими. Герои должны были строго делиться на положительных и отрицательных. То есть требования достаточно четкие и такие основательные. Сентиментализм все это отвергает. При создании своих произведений писатель в первую очередь опирается на чувства, на эмоции. Он может смело рассказать о том, что он сам как автор чувствует и переживает, как он относится к героям, сочувствует ли он им, порицает ли он их. То есть если в классицизме места чувств, как вы помните, не было никакого вообще, то здесь, то здесь уже все совсем по-другому. Автор не только подробно говорит о своем отношении к поступкам героев, но он может и сам становиться действующим лицом в произведении. То есть войти в систему образов произведения, чего, как вы понимаете, классицизм совершенно не позволял. Ведущими жанрами классицизма, вспоминайте опять же, были трагедия, эпическая поэма, ода. Это опять же произведения о подвигах царей и героев, о знаменательных исторических событиях. В сентиментализме господствующими жанрами становятся семейно-бытовая повесть, роман или, как еще говорили, чувствительная повесть, элегия, путешествия. А если это произведение для театра, то слезная комедия, как сейчас бы, наверное, мы сказали трагикомедия. То есть наряду с какими-то серьезными проблемами было очень много комических положений, ситуаций, которые вызывали смех у зрителей. То есть это было сочетание драмы и комедии. Произведения сентименталистов обычно были прозаическими чаще всего. Хотя стихотворные произведения тоже встречаются. Но именно сентименталисты ввели в художественную литературу такой основательный род, как проза. То есть жанры прозаические, роман, рассказ, повесть, чего, конечно, в таком избытке не было при классицизме. Местом действия в произведениях сентименталистов были, как правило, какие-то маленькие провинциальные городки, какие-то деревни. Описание деревенской, простой, без искусственной природы. Это стояло всегда в центре. То есть на это всегда обращалось особое внимание. При этом, как правило, предпочтение отдавалось таким местам, которые были подходящими для размышлений о жизни. Например, руины замка, кладбище, какие-то пустынные места, дикие, необжитые. То есть вот это был такой любимый пейзажный фон для писателей-сентименталистов. Ну и, естественно, картины природы давались в связи с настроениями персонажей. Если они были печальны, то и природа как бы плакала вместе с ними и была печальна. Если настроение было мажорное, веселое, то, разумеется, да, и все цветочки улыбались, и ветерок был легкий такой вот совершенно зефирный. И вся природа соответствовала настроению героя. В момент борьбы, вот о чем я говорила в начале разговора, в момент борьбы буржуазии с феодализмом в странах Западной Европы, то есть в это время, сентиментализм был очень прогрессивным явлением. Ну, представьте, да, осмелиться поставить в центре произведения чувство простого человека, причем не аристократа, а именно простого, самого обычного крестьянина, обывателя городского. То есть это все было ново, конечно же. Но была немножко и другая сторона, потому что авторы сентименталистских произведений призывали людей замкнуться в мире своих душевных переживаний, в мире своего семейного круга и практически призывала к инфантилизму в общественной жизни. Все равно, что происходит за стенами моего дома, главное, что вот у меня тут все хорошо. Так что это такая вот полка о двух концах. Не всегда, конечно, вот такое прогрессивное направление может быть абсолютно идеальным. В России в период возникновения сентиментализма как литературного направления была иная общественная обстановка, чем в странах Западной Европы. Экономическая и политическая власть по-прежнему оставалась в руках дворян. Поэтому они оставались движущей силой и политической, и экономической. И, конечно, о буржуазии тут речи, ну, как бы вообще не могло идти совершенно. Поэтому новое литературное направление, которому дал, так сказать, такой своеобразный толчок в развитии, был наш русский писатель Николай Михайлович Карамзин. Надо сказать, что это был очень интеллектуальный, очень образованный человек. Он создал не только сентименталистские произведения, но, как вы видите, он был создателем крупнейшего историко-литературного труда, который назывался «История государства российского». Он был редактором московского журнала «Ивестника Европы». Это крупнейшее издание с большим тиражом. Так что именно этот человек стал в России, в русской литературе основоположником сентиментализма. Ну, не мудрено, он знал прекрасно несколько языков, он часто бывал в Европе, и многие, так сказать, литературные и общественные деятели называли его западником, потому что он старался привнести в русскую культуру некое влияние Запада, то, по крайней мере, что считал особенно прогрессивным, необходимым, то есть, которое не будет портить русский язык и русскую литературу, а будет, наоборот, способствовать этому. И, разумеется, Карамзин, как и другие, следом за ним, так сказать, явившиеся на литературную арену писатели, провозглашали, что неважно, какого социального происхождения человек, дворянин он или он крестьянин, потому что все люди одинаково умеют чувствовать, умеют любить и ненавидеть, и испытывать те же душевные переживания, независимо от их происхождения. И Карамзин мастерски описывал душевные переживания чувствительных поселян, как он называл так смягченно, крестьян, которые под его пером, в его произведениях всегда были довольны своей участью. Внимание читателя из мира общественной жизни, как уже, наверное, все поняли, было перенесено в сферу душевных переживаний, на вопросы нравственного воспитания. И они развивали мысль о том, что незачем тревожиться о социальном неравенстве людей, что одни богатые, другие бедные, одни могут, так сказать, использовать труд других, то есть эксплуатировать их. А что, собственно, переживать, если эти люди могут чувствовать совершенно одинаково? То есть им доступны абсолютно одни и те же чувства. И та же любовь, и та же ненависть, и та же грусть, и та же тоска. Ну и что тогда переживать, и какая разница, какого происхождения человек. То есть, если это так, то что же тревожится, что люди не пользуются одинаковыми общественными правами, если они чувствуют одинаково. Сентименталисты во главе с Карамзиным всячески подчеркивали, что его знаменитая фраза, которую цитируют и до сих пор, что и крестьянки любить умеют. Ну, всё, значит, раз им доступны такие высокие чувства, значит, какая разница, да, свободен этот человек или угнетён. Во всяком, процитирую, как сказал Карамзин, во всяком состоянии человек может найти розы удовольствия. Вот это, так сказать, его высказывание. Если крестьянам доступна радость жизни, то, значит, не через изменение, так сказать, государственного общественного строя, а через нравственное воспитание людей лежит путь к счастью всего общества. Чувствуете, да, как вот это всё было интересно представлено. Карамзин, например, рисует крепостных крестьян, довольных своей жизнью и прославляющих помещиков. У него есть такое произведение, которое называется «Сельская комедия». И вот хор земледельцев в этой сельской комедии поёт. «Как не петь нам, мы счастливы, славим барина отца, наши речи некрасивы, но чувствительны сердца. Горожане нас умнее, их искусство говорить. Что ж умеем мы? Сильнее благодетеля любить». Таковы особенности русского сентиментализма, который можно ещё назвать дворянско-консервативным. Запишите, пожалуйста, себе. То есть его можно назвать дворянско-консервативным. Но теперь перейдём конкретно к произведению, которое, наверное, сейчас бы назвали бестселлером. Оно было безумно популярным, когда вышла из-под пера Карамзина. Его чувствительная повесть в духе сентиментализма «Бедная Лиза». Написана она в 1792 году. И не только москвичи, но и люди, приезжающие в Москву, которые читали, естественно, повесть и знали о событиях этой повести, приходили к Симонову монастырю, к тому пруду, где утопилась Лиза по сюжету повести. Ну, собственно, сюжет повести, естественно, история любви городского дворянина Эраста и крестьянки Лизы. В изображении переживаний героев есть, конечно, жизненно правдивые стороны. И то, как молодой дворянин-юноша увлекся красивой поселянкой, обратите внимание, Карамзин не называет крестьян крестьянами, он их называет поселянами, поселянами, что звучит, естественно, мягче и приятнее. И, конечно, и Лиза, которая робко отнеслась к ухаживаниям молодого человека, к его знаком внимания, разумеется, тоже выглядит вполне естественно. И даже тот факт, что крестьянская девушка в отсутствии кормильца, и имеющая больную мать не занимается, собственно, крестьянским трудом, чтобы как-то прокормить свою маленькую семью, а ходит продавать цветы. Ну, так красивее, так изящнее. И потом, собственно, да, так больше возможности познакомиться с дворянином. Лиза к этому, конечно, не стремилась. Это просто стечение обстоятельств. И когда он даёт ей рубль за скромный букетик ландыши, она рубль отказывается брать. То есть ей нужны те копеечки, которые она назначила на стоимость этого букета. То есть она отказывается брать денег больше, чем стоят её цветы. То есть вот такая вот очень честная, очень порядочная, очень скромная девушка. И когда завязываются их отношения, когда они потом встречаются ещё раз и ещё раз, и Лиза под впечатлением от этой встречи, таким раз ей показался внимательным, таким добрым. То есть средоточие просто положительных качеств. И здесь мы, в общем-то, видим некие такие правдивые достаточно черты. Но в обрисовке социально-бытовой жизни, как вот я уже немножко сказала, Карамзин далеко уходит от правды, особенно когда говорит о Лизе. То есть героиня повести не имеет характерных для крестьянской семьи забот и интересов. Её, так сказать, семейные отношения приукрашены. Речь её и её матери совершенно не крестьянская, а такая искусственная, книжная речь. Автор выступает в повести как типичный сентименталист. Естественно, далёкий от острой постановки вопросов общественного неравенства. Он не оправдывает Эраста, который соблазнил Лизу и, собственно, покинул её, да, в силу обстоятельств. Он честно объясняет ей, что он не может быть с ней, потому что он разорён, ему нужно поправить материальное положение, и поэтому он вынужден жениться на богатой. Итак, Карамзин не оправдывает, но и не проклинает его. Это конкретно его фраза в повести, что я не могу проклинать, я не оправдываю его, но я не могу проклинать его. В повести «Бедная Лиза» естественно много картин природы. Здесь, конечно, сельская природа, потому что Лиза живёт в сельской местности, а в город приходят продавать цветы. Пейзажи вводятся не только для того, чтобы приурочить действия к определённой местности, да, ну, как обычно делают авторы, но пейзаж ещё нужен для того, чтобы передать настроение героев, то есть показать состояние. Главным образом через пейзаж раскрыть внутренний мир героев, их настроение. Сентиментализм сказывается и в языке повести, в котором явно выступает пристрастие автора к приятности, как он сам любит говорить, да, к нежности, к изяществу. И поэтому словарь повести наполнен такими словами, как розы, нежные зефиры, нежная свирель, нежная молодость, душевная подружка, любезная подружка и так далее. То есть очень много слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, да, рученька, цветочек, солнышко, то есть вот такие слова, они очень характерны были для сентиментализма. И подбирая слова по признаку приятности, вот карамзин, конечно, смягчает слова. По теории литературы такое смягчение называется эфемизм. Эфемизм. Вот этот эфемизм, да, назвать крестьянина поселянином, например, назвать избушку, нищую крестьянскую избушку, хижиной, это звучит более изящно, как кажется автору. Вместо слова достаточно грубого батрак, сказать просто наемник. Вот это очень так вот, такие эфемизмы, очень характерны для сентиментализма. Карамзин отрицательно относится к тому, чтобы в художественном произведении звучала настоящая крестьянская речь, народная речь. Ну, она ему кажется грубой, она ему кажется неизящной. Зачем же снижать впечатление? Лучше взять вот такие эфемизмы и приукрасить речь тех же крестьян. Ну, если говорить о стилистике произведения, то в повести много инверсии. Инверсия – это обратный порядок слов. Ну, например, в прямом порядке слов принято говорить «поющий соловей», а меняем слова, да, то есть инверсия меняется, меняет расположение слов, и мы говорим «соловей поющий», то есть сначала определяемое слово, а потом само определение. Но хочу сказать, что речь Карамзина считалась его время образцом изящества, и многие считались нужным подражать именно такой речи. Имя Карамзина пользовалось очень большой известностью, и, как я уже сказала, влияние его на русский язык было очень велико. Однако путь, на который встал Карамзин, конечно, мы не можем считать благотворным для русской литературы, потому что все-таки это отрывалось от правды жизни. Хотя, конечно, иногда может быть и хочется уйти от этой правды жизни, отвлечься от нее, уйти целиком в поглощение событий чувствительной повести. И в этом отношении Карамзин очень преуспел. Но хочу буквально два слова сказать, что в этот же период было некое творчество и крепостных крестьян. Подлинное отношение крестьянцев в своей жизни, к помещикам, как раз и было выражено через вот такие, может быть, незамысловатые произведения. Авторы чаще оставались неизвестными. Наиболее значительным из этих крестьянских произведений является «Плач холопов», созданный неизвестным крепостным слугой в самом конце 60-х годов 18-го века. «О, горе нам холопам за господами жить и не знаем, как их свирепству служить». Так начинается плач. Ну, а дальше развертывается картина положения крепостного крестьянства как раз в пору усиления власти помещиков. Власть их безгранична, власть их увеличилась как в Невье вода, куда б ты не сунулся, везде господа. Законами и судами господа не считаются, так как всюду царит несправедливость, и об этом пишут безымянные крепостные авторы. «Свирепы на вас глазами глядят, и так как бы ржа железа едят, царю послужить ни один не хочет, лишь только у нас последняя точь». То есть забирает последняя. Вот как всегда было какое-то альтернативное творчество, но разумеется оно ходило только в узких кругах и не было широко известным. Трагический исход в повести «Бедная Лиза» был тоже предопределен жанром чувствительной повести. Героиня, оказавшись брошенной ее соблазнителем, кончает жизнь самоубийством, она утопилась в пруду близ Симонова монастыря. Вот с чего я и начала, куда москвичи приходили посмотреть на то место, где якобы утопилась бедная Лиза. Такой трагический финал, который должен был вызвать слезы сочувствия, у читателей. Он, собственно, тоже такой достаточно традиционный для сентиментализма. Вот как раз вы видите на заставке последний момент, когда Лиза в горечи, в тоске, понимая, что ей обесчищенное больше нет жизни, она приходит к выводу, что надо уйти из этой несправедливой жизни. Ну и вот приходят люди на ее могилу и размышляют о трагической судьбе несчастной девушки и о том, как бесправны те, кто волею случая родился в более низком социальном положении. Следующее литературное направление, о котором мы сегодня говорим с вами, это романтизм. Появился он на рубеже XVIII и XIX века и твердо занял позиции практически, ну, если не половину, то, по крайней мере, четверть, первую четверть XIX века, это однозначно. Сильные страсти, характеры, люди, которые готовы, так сказать, на какие-то радикальные действия во имя своей мечты, во имя своей идеи. Это литературное направление было вызвано особым обострением борьбы между феодализмом и буржуазией. И особенно вот после французской революции 1789 года в различных странах это литературное направление имело свои особенности. В России оно было связано с такой вот борьбой, когда с одной стороны защитники монархического строя, а с другой стороны появившиеся революционно настроенные люди, которые ратовали за революционно освободительное движение. Вот в такие моменты обострения классовой борьбы особенно остро ощущается неудовлетворенность существующим строем, поражают какие-то мечты о будущем. И вот эта неудовлетворенность как раз и у людей страстных, у людей эмоциональных как раз порождает вот такая порождается такая мечта о том, чтобы изменить мир к лучшему. Но писатели романтики умели это делать по-разному. конечно писатель романтик как правило стремился уйти из настоящего которое не всегда ему было понятно в прошлое например в какие-то исторические факты и будущее где можно было помечтать о том что будет дальше. Таким образом романтизм как литературное направление поделился на два течения романтизм консервативный и романтизм прогрессивный в романтизме консервативном мы видим сюжеты преимущественно из прошлого авторы обращаются к преданиям старинным каким-то историческим фактам используют элементы загробной фантастики мистики то есть уходят мечтами в будущее или чаще в прошлое где так сказать объясняют какие-то случившиеся события божьим промыслом разумеется романтизм тоже был противопоставлен классицизму и здесь как в сентиментализме тоже четко выступала личность поэта и его переживания и тем не менее романтики уходили от реалий уходили от реальной действительности она их не удовлетворяла и поэтому они подменяли реальные образы чем-то фантастическим надуманным мистическим то что в общем-то проще как им казалось могло объяснить то или иное событие чаще всего место действия переносится в чужие страны рисуется какая-то чужеземная экзотическая природа но надо сказать что для романтиков интересен и фольклор то есть у них повышен интерес к устному народному творчеству и они находят очень много общего в своих размышлениях и в каких-то мыслях высказанных в устном народном творчестве и ну например консервативные романтики они конечно же в основном уповали на религиозность русского народа и например человек перетерпел какое-то посланное ему испытание и за это получил награду вот это было очень характерно для консервативных романтиков романтик появился в России в ту пору когда борьба между крепостниками и первым поколением собственно дворянских революционеров выступавших против самодержавного строя особенно обострилась и представители консервативного романтизма да не всегда понимая остроту этой борьбы вот как раз и уходили в прошлое и один из основоположников романтизма именно консервативного романтизма был наш замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский который сочинял элегии послания песни баллады и некоторые даже прозаические произведения а также он известен как переводчик причем и поэзии и прозы вообще личность замечательная Александр Сергеевич Пушкин считал его своим учителем и надо сказать что когда у Пушкина вышло первое крупное его произведение поэма Руслан и Людмила то Жуковский прислал ему свой портрет с надписью победителю ученику от побежденного учителя Пушкин всегда считал Жуковского своим так сказать косвенным наставником и Жуковский очень много сделал и помогал в судьбе Пушкина ну а Пушкине у нас разговор будет впереди а сейчас скажу еще что Жуковский был приглашен в качестве домашнего учителя для детей императорской семьи и будущий император Александр Второй как раз имел своим учителем Василия Андреевича Жуковского Жуковский очень много переводил и многие его произведения были вольным литературным переводом он начал свой путь кстати как поэт сентименталист но потом перестроился именно на романтическое направление и стал как мы уже с вами сказали родоначальником консервативного романтизма такой своеобразный романтизм Жуковского особенно ярко проявлялся в его балладах и вот перед вами иллюстрация к его знаменитой балладе Светлана эта баллада интересна тем что Жуковский впервые создал не переводное произведение а написал свою балладу чисто русскую балладу и героиней стала скромная девушка Светлана и начинается в общем-то очень таким казалось бы с одной стороны реалистичным а с другой стороны немножко таинственным описанием сценки гадания раз раз крещенский вечерок девушки гадали заворота башмачок сняв с ноги бросали то есть вот эти гадания в канун крещения они были очень популярны и именно с этой сцены и начинает Жуковский а Светлана грустит по своему жениху который давно в отъезде и от которого уже давно нет никаких вестей девушка тоскует переживает за него но не ропщит она никого не винит ни на ком не срывает своего раздражения и когда подружки предлагают ей погадать на своего жениха что может быть гадания раскроют ей так сказать какую-то тайну где он сейчас находится Светлана садится к зеркалу ну одно из гаданий святочных и крещенских если долго сидеть перед зеркалом и смотреть в одну точку то в нем появится твой суженный и вот мы видим в репродукции картины которая так и называется Светлана девушку как раз в этот момент она садится перед зеркалом чтобы понять где ее суженный и что же происходит дальше а дальше странные видения кони куда-то ее мчат белое поле покрыто как белым саваном ночь месяц светит одинокая церковь посреди мрачного поля и что же видит Светлана вот светлицы стол накрыт белой пеленою и на том столе стоит зеркало свечую два прибора на столе загадая Светлана в чистом зеркало стекле полночь без обмана ты узнаешь жребий свой и она заходит в эту церковь и видит ужас да милый друг ее мертвец она подходит в горече в ужасе подходит подходит к нему близко вот Светлане мнится что под белым полотном мертвый шевелится сорвался покров мертвец лик мрачнее ночи виден весь на лбу венец затворенные очи вдруг в устах сомкнутых стон силится раздвинуть он руки охладелы что же девица дрожит гибель близко но не спит голубочек белый встрепенулся развернул легкие он крылы к мертвецу на грудь вспорхнул вот мы видим да голубь это по библейским преданиям да он всегда посланец Бога и в данном случае Господь спасает девушку и в результате мы видим да ты моя Светлана будь создатель ей покров ни печали рана ни минутной грусти тень к ней да не коснется в ней душа как ясный день ах да пронесется мимо бедствия рука как приятный ручейка блеск на лоне луга будь вся жизнь ее светла будь веселась как была дни ее подруга что же мы видим все эти ужасы которые представили Светлане и нам вместе с ней как читателя оказались лишь сном страшным сном и за то что девушка не роптала и терпеливо пережидала что же произойдет терпеливо была обречена переносить свою участь она награждена за свое всетерпение счастьем потому что она просыпается и через минуту слышит приближающиеся колокольчики приближается тройка а в тройке ее жених жив-здоров который приехал к своей любимой Светлане и заканчивая Джуковский словами вот баллады толк моей лучший друг нам в жизни сей вера в провидение благ зиждителя закон здесь несчастье лживый сон счастье пробуждение другая баллада которую он тоже называет по имени девушки героини Людмила мы видим что здесь наоборот девушка роптала ситуация очень похожая жених в отъезде девушка одна но она не выдерживает разлуки она ропщет и в результате все заканчивается печально где же Людмила твой герой где твоя Людмила радость ах прости надежда сладость все погибло друга нет тихо в терем свой идет томну голову склонила раступись моя могила гроб откройся полно жить дважды сердцу не любить о Людмила грех роптания скорбь создателя послания зла создатель не творит мертвых он не воскресит то есть вот две такие баллады которые совершенно по-разному показывают участь вознаграждена та которая терпела и наказана та которая возроптала ну конечно здесь и признаки сентиментализма и сентиментализма есть и признаки романтизма здесь и сюжет и построение и язык произведения здесь все абсолютно такое романтическое образы страшного и ужасного образы жениха мертвеца скачка на конях ночью карканье ворона предвестника несчастья гроб в избушке оживающий мертвец это все конечно романтизм консервативный романтизм композиция баллад отличается стройностью легкий плавный стих он выдержан в духе разговорной интонации строфа имеет 14 строк с очень такой своеобразной рифмовкой первые 8 строк имеют перекрестную рифму 9 10 смежная и последние 4 кольцевую но значение Жуковского заключается прежде всего в том что он внес новые темы в русскую поэзию в его творчестве внутренний мир человека его душевные переживания чувства составляют основное содержание а собственно другая заслуга Жуковского в том что он нашел такие поэтические средства языка стиля которые давали возможность выразить самые тонкие душевные переживания он применял новые приемы новые рифмовки например такие отнимает наши радости без замены хладный свет вдохновение пылкой младости гасни с чувством жертвы лет это чередование дактилической рифмы и мужской рифмы музыкальное стихотворение Жуковского поражало его современников вот почему многие композиторы создавали романсы на его стихи Пушкин отозвался о своем учителе в области стиха и языка такими стихами его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль и в нем ли им вздохнет о славе младость утешится безмолвная печаль и резвая задумается радость так что хоть романтизм и был консервативным который возглавлял Жуковский но он создал определенный новый шаг в литературе ну вот посмотрите да это его стихотворение светит месяц на кладбище дева в черной блосенице одинокая стоит и слеза любви дрожит на густой ее реснице нет его на том он свете сердцу смерть его утешна он достался небесам будет чистый ангел там и любовь моя безгрешна ну вот видите сочетание сентиментализма и романтизма то есть умел Жуковский это очень гармонично сочетать а вот еще пример да продолжение этого стихотворения посмотрите пала дева пред иконы и безмолвно упование от причистое ждала и душою перешла неприметно мир свидания то есть обратите внимание что трагический финал тоже в общем-то характерен для романтизма тоже светлана скорее больше исключения исправил обратите внимание милость тихая не сходит милость тихая вот та инверсия о которой я говорила то есть обратный порядок слов да святой лик это прямой порядок слов а милость тихая это обратный порядок слов который называется инверсия ну а что же прогрессивный романтизм я надеюсь вы не успели забыть что романтизм делится на два течения консервативность с блестящим жуковским и прогрессивный романтизм в литературном движении десятых двадцатых годов девятнадцатого века полном острой борьбы между различными направлениями очень видное место занимает творчество поэтов декабристов ну о декабристах я думаю все слышали да те кто 14 декабря 1825 года попытались через восстание прийти конституционной монархии восстание закончилось с поражением и пять лидеров декабристского движения лидеров тайного общества в числе которых был и представленный вам Кондратий Федорович Рылеев были казнены на кронверке Петропавловской крепости но среди декабристов было очень много поэтов и как вы понимаете если они пришли в это тайное общество то они исповедовали в основном убеждение что только через революцию возможны какие-то перемены это были так называемые дворянские революционеры это Кондратий Федорович Рылеев это Адоевский это Кюхельбекер это Раевский и многие другие из декабристов вошли в историю русской литературы как писатели и поэты романтики имя Рылеева стало широко известно читателям современникам к моменту появления его сатиры к временщику да вот он писал надменный временщик и подлый и коварный монарха хитрый льстец и друг неблагодарный неистовый тиран родной страны своей взнесенный важный стан злодействами ну и автор очень практически конкретно обрушивается на всесильного тогда министра Аракчеева и автор подчеркнуто эпитетами говорит о том как неразумно и жестоко его правление и грозит надменному временщику неизбежным часом расплаты все злодеяния по отношению к народу будут так сказать отомщены и тиран вострепещи родиться может он он это народный мститель и тогда никакой пощады злодею не будет поэт мечтает об этом мстителе и говорит о как на лире я почусь того прославить отечество моё кто от тебя избавит твои дела тебя изобличат народу познает он что ты стеснил его свободу тогда вострепещи о временщик надменный за зло и вероломство тебе свой приговор произнесет потомство конечно Аракчеев не мог не узнать себя в изображенном временщике и все ожидали жестокой расправы с поэтом однако как вспоминает один из современников Аракчеев понял что умнее сделать вид что это не про него и поэтому в этот раз гроза пронеслась мимо то есть Рылеев избежал ареста и своей сатирой он показал какое громадное воздействие на читателя может оказать поэтическое слово если оно очень искреннее если оно отвечает настроением масс незадолго до восстания декабристов Рылеевым было написано небольшое но очень сильное стихотворение к временщику которое он потом чтобы не было второго такого названия назвал гражданин пронизанное глубоким чувством это стихотворение захватывает таким выраженным с большой художественной силой призывом выполнить свой гражданский долг то есть он обращается к тем кто может возглавить восстание против существующей власти и кто не может равнодушный взор на бедствие отчизны бросать и развивая свою мысль поэт говорит они раскаются когда народ восстав застанет их в объятиях праздной неги и в бурном мятеже ища свободных прав он не найдет ни Брута ни Риеги ну Риега это испанский офицер поднявший восстание в 1820 году а Брут римлянин который восстал против Цезаря в защиту республиканского Рима вот именно к этим героям и прибегает Рылея но вот давно мне сердце говорило пора младый певец пора оставив шумный град Петра лететь к своей подруге милой чтоб оживить и дух унылый и смутный сон младой души на лоне неги и свободы и расцветающей природы прогнать с заботами в тиши настал желанный час и стройка и звозчик ухарской предстал залился колокольчик звонкой и юный друг твой поскакал едва заставу Петрограда певец унылый миновал как разлилась в душе отрада и я дышать свободней стал как будто вырвался из ада ну обратите внимание что поэт говорит о том что в Петербурге невозможно раскрыть свою душу здесь все под диктатом самодержца здесь везде полицейский надзор здесь невозможно свободная мысль и чтобы отвлечься от тягоцных мыслей нужно покинуть пределы Петербурга что собственно и делает его лирический герой он уезжает за заставу Петрограда как называют Петербург Рылеев и вырвавшись из этого города почувствовал свободу да как будто бы он вырвался из ада лирический герой Рылеева провозглашает ну определенную такую условную свободу которую обретает герой вырвавшись из городских пределов Петербурга где кругом полицейский надзор где невозможно сказать свободного слова надо сказать что Рылеев в своей поэме наливайка которая осталась не закончена говорит как раз о том что должен быть обязательно герой который принесет на алтарь отечества свою жизнь свою свободу потому что без таких жертв невозможно предано воевать за свободу и он пишет известно мне погибель ждет того кто первым восстает на притеснителя народа судьба меня уж обрекла но где скажи когда была без жертв искуплена свобода погибну я за край родной я это чувствую я знаю и такие настроения были в лирике многих поэтов декабристов Адоевский один из них звучит вся жизнь как звонкий смех от жара чувств душа не вянет люблю я всех и пью за всех вина ей богу не достанет я меньше пью зато к вину воды вовек не примешаю люблю одну и за одну всю чашу жизни осушаю здесь конечно аллегорический образ когда говорится о том что лирический герой призывает да уж если любить так любить одну и до конца преданное верно уж если бороться так бороться раз и навсегда выбрав себе жизненную цель идти по ней абсолютно четко понимая свои жизненные задачи уметь радоваться жизни и участвовать в том чтобы радость жизни могли почувствовать и другие люди другого социального происхождения поэтому вот как вы видите прогрессивный романтизм он как раз был о герое таком вот рыцаре без страха и упрека который готов на подвиг который может принести в жертву себя и самое ценное что он понимает в своей жизни это борьба за свободу на этом мы закончим в следующий раз мы с вами поговорим о творчестве очень известного русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова если есть вопросы пожалуйста пишите в следующий раз